Окей, поехали. Два наемника у Рэйвена, он выкупил игрока. Мои ожидаемые 300 тысяч. Привет, мистер Кей. Привет, мистер Кей. Привет, мистер Кей. Мы начинаем в дефе. Это ужасно. Ну ладно. Это худшее, что могло произойти, но как бы было ожидаемо почему-то. Привет, мистер Кей. Привет, мистер Кей. Привет, мистер Кей. В общем, я собираюсь играть против Рэйвена. Очень аккуратно. Максимально аккуратно. Нам надо беречь МБ Такл. Нам надо беречь Сетека. Нам надо беречь Голема. Нам надо беречь Спиритолога. Остальных можно не беречь. Остальные это так. Наше мясо в этой битве. Очень хотелось бы идеальную защиту в данный момент. По разным причинам. По разным причинам. Но посмотрим. А еще лучше Блиц. Если будет Блиц, то как бы... Мне, например, станет намного яснее, что нам делать. То есть, если бы мячик улетел куда-нибудь вот сюда, и был бы Блиц, это было бы о сказках. Ну вот. Тратим реролл. Привет, Шедма. Ну, в общем, сказка не сказка. В общем, некоторые проблемы в итоге у нас получились. Там, где мы их искать, собственно говоря, не хотели. Ну, типа ок. 58 фолл с пяткой, это норм. Как и Блиц с этим, ну ладно. Ну, ладно. Жаль, что мы потратили реролл. То есть, трата реролла это самое неприятное, что, в принципе, произошло. Трата реролла меня немножко под это... Под заставила грустить. Ну ок. Жаль, что мы не выбили игрока. Но я делал самый безопасный Блиц в этой ситуации. То есть, я не делал Блиц с Волком, потому что боялся, что отскочу в какую-нибудь плохую зону. Так что, к этому Блицу никаких вопросов у меня нет. Ну, то есть, это... Да, это было сознательно. И если бы Волк профейлил бы, то для Волка настали бы очень тяжелые времена. А Волк... Волк в этом матче должен выполнить очень много функций. Поэтому к нему надо относиться максимально лояльно. Ну вот. Но трата реролла на первом же Блице 1-1, это неприятно. И нам приходилось действительно тратить реролл в этой ситуации. Потому что это... Ну, это действительно, это строго обязательная была задача. А вот. Привет, Айчурс. Неприятный пробой. Я бы сказал бы, в какой-то степени шальной. Если можно так выразиться. С другой стороны, Ситек создает давление на мяч, потому что брейктакл. Главное мне сейчас не увлекаться игрой на... Игрой против Минотавра. Я боюсь Минотавра, но мне надо с ним играть аккуратно. То есть мне надо понимать, что он как бы... Да, он страшен, но он не... Не самый страшный игрок в этой команде, в принципе. Это хорошо, потому что мы можем сейчас поиграть против мяча. Ну ок. Повалили. Это МБ, неприятно. Но без пробоя. То есть, в принципе, он пробоев довольно мало сделал. А бить Ситека как бы... Ну, в этой ситуации не уверен, что сильно нужно. Подбор это неприятно. Но вот это идеально. Вот это... Вот это прямо трата Рерола. Там, где ее не надо было тратить. Жалко, что не две единицы. Ситека мы пока подождем. Это мы поднимем. Вопрос в том, что у нас, кажется, есть приятный Блиц. Пусть и немножко рискованный. Этот спринт надо кидать. Нам, конечно, далеко бежать. Я не знаю, делать ли нам в этой ситуации то, что мне хочется. Очень хорошо сыграл Ситек. Ситек-лапочка. Ладно, давайте перебегать назад. Сейчас мы будем пытаться спасти рядовых волков. Так, Листа выбить в этой ситуации довольно важно. Нокаут. 6-4. 5-3. Отлично. Мы, конечно, оголили на центр и из косок. Но с другой стороны, как бы... Во-первых, волки догоняют. Во-первых, волки догоняют. Это очень важный момент. Привет, спиритолог. Это Блиц был. Ну, в первом... Да, в первый ход мне ральнулся Блиц. Только он вышел не очень удачный. Вот. Но в первый ход действительно был Блиц. Какие индусы взял? Я взял Замбю. Ситека. И все. Больше у меня денег не было. Там так ровненько получилось. Ну, Ситек уже сделал минус один, поэтому... Пусть нокаутом, но как бы это цено плюс. Самое страшное, что сейчас волк под ударом. Но как бы, если корова первый удар не делает, то корова стирается. Скорее всего. Ну, посмотрим. Сложный момент. Пока корова первый удар пережила, очень даже неплохо. Это лучшее, что могло произойти в этой ситуации. Это очень, очень сильно заперло. Я даже не знаю, какими словами объяснить, насколько сейчас зашло. Если единица, идеально будет. Нет, ладно. Плюс в том, что как бы у Ситека есть брейктакл. Я поэтому и брал его. Такл? Такл не сработал. Такл не сработал. Конец корове? Нет, спиритолог. Сейчас не конец корове. Мне в этой ситуации, конкретно сейчас, корову трогать вообще особого смысла нет. Корова, она как бы, ну... По сути, ничего не делает сейчас. То есть, ее... Ее задачи очень расплывчатые. Ну, сначала, наверное, лучше сделать удар. Как ни странно, я не буду тратить рерол. Ситек не в критической позиции. Оппонент не забивает. Мяч мы контролируем. Корова занята. Все, кор... Ну, как бы, мне хотелось сделать брейктакл. Но, как бы... Это было необязательно. То есть, в этой ситуации, как бы, ну, брейктакл, ну, брейктакл. Как бы, это не страшно. Неприятно, конечно. Ну, до мяча мы все равно можем добраться. Плюс, к слову, Ситек так и так держит двух игроков. То есть, сейчас ситуация, при которой Рейвен либо пойдет забивать на пофиг, либо ему надо что-то придумывать. У него минус три на поле. Придумывать ему что-то будет сложно. Как бы, немного не та ситуация. Правда, он меня сейчас, как бы, байтит на то, чтобы я кидал додж три плюс. Мне это не нравится. Но, как бы... Ну, окей. Ситек стоит. Большего от Ситека мы просить и не могли. Освобожденный козел? Это пофиг. Что, Гудгейм опять как-то шалит. То есть, у нас сейчас, как бы, до мяча добирается достаточное количество игроков. По крайней мере, такое, которое меня устраивает. Опасный для него Блиц, на самом деле. Вот поэтому и опасный. Последний Рейро... Нет. Ой. Не убил. Повезло ему. Повезло. Теперь мне, наверное, даже... Поднимаем игрока. Минус четыре. Ну, окей. У нас только одна проблема осталась на поле. Но мы ее решим. Мы ее решим. Теперь ключевой вопрос в том, что нам делать с сетеком. Субтитры создавал DimaTorzok Привет, Ситар. Как тут дела? Пока неплохо. Пока прям ок-ок. Можем играть. Можем играть. Сделали минус 4. Когти и шальной удар и фалы пока работают. Коровка просто там Рейвен сделал один мув до того, как поднимал игроков и все кончилось весьма тоскливо для него. Ну ок. Выбивание меча. Но с другой стороны поднимать некем. То есть это конечно неприятно. Это конечно неприятно. Но критическую эту проблему я бы не назвал бы. Если что, у нас как бы есть возможности что-то делать с мечом. Удар в 1D по сетеку. Ну вот. Как бы надо было ли это делать? Вот в чем вопрос. Я вот честно говоря сильно не уверен. Мне кажется это была... Ну не ошибка, но странное дело. Саша жадный. Ну уж больно... Больно хороший момент попался. Когда мы можем совместить приятное... Я имею ввиду перестройку. С полезным. Я имею ввиду выбивание коровы. Но не смогли. Не смогли. Ладно. Будем считать, что это моя жадность. Не надо было тратить рерол. Ладно. Не надо было тратить рерол. Трата рерола в этой ситуации это очень плохая мысль. Стоит ли нам подбирать теперь мячик? Бить я думаю нам смысла нету. Потому что он тут... Я думаю без рерола я не хочу поднимать мяч. Хотя... Не ладно, давайте поднимем. Подняли. Отлично. Окей, меня устраивает. Можем забить сейчас на атаке Рэйвена. Было бы очень приятно. Зря потратил блиц. Я думаю... Вот, вот... Тяга повалить корову сыграла злую шутку. Я не прав. Да, додж в 50 я вижу. Это было вполне очевидное решение. Но это байт. Это байт от меня. Вот. То есть я сейчас позиционно стою лучше Рэйвена. Другой вопрос в том, смогу ли я реализовать это лучшее стояние. С индусами я, кстати, ситар подумал и выбрал интересный вариант. То есть я с индусами решил, что... Возьму Ситека и Зомбика. Да, я прикупил, собственно говоря, Волчика. Жаль. Очень жаль. Это хорошо. Реролл. Это плохо. Ну ладно, последний реролл. И, в принципе, удачный скаттер. В принципе, скаттер очень удачный. Скаттер, позволяющий нам поиграть. Я считаю. Это очень вовремя. Это очень вовремя. Отлично, что мячик не подобран. Это очень вовремя. 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 я думаю не будем жадничать не трогаем прекрасно не прекрасно ладно подставили мы нашего волка да вставим сюда не трогаем меч скаттер неудачный ну скаттер удачно неудачный при это так он главная проблема что мы волком не сработали не повалили и теперь будут проблемы у волка вот с другой стороны что если у рейвана первый удар не прокатывает то как бы будут проблемы рассчитывать на такое конечно трудно но посмотрим хотелось бы забить хотелось бы забить сейчас еще нет смысла тратить реролл потому что рядом на ногах был зверочеловек и я бы от него не спрятался вот вот это идеально теперь удар в 1д это не идеально ребята но волчек регенерировал ну окей волчек молодец волчек свою работу выполнил все молодец волчек как там было заяц волк заяц волк волк сделал свою работу рейвен кинул адскую серию кубов просто лучшую идеальную идеальную серию кубов кинул рейвен я не знаю это это были сложные кубы особенно с учетом подбора но рейвен их кинул без рерола прошу заметить но недолго недолго играла музыка я хочу отсоединить игрока для начала как самое простое действие волк умер в прошлой игре рутуре к сожалению волк умер в прошлой игре так вот так так сложилось ладно нам надо встать наверное дело в том что сейчас как-то и понаглеть особо не получается ладно так как у меня нету рерола рисковать в этом в этом смысле уже нету зафейленный рерол он как бы нам подзасрал я хочу отсоединить сейчас если вдруг получится сетека мы не кинули к сожалению гфи а вот мы не трогаем его это это гфи которое ну как бы могло нас порадовать но не порадовало ну вот а тот волк который имеется ввиду этот да там рейвен нашел пятерку в 1д и повалил волка ну вот это неплохо молодец молодец антошка а и и и и и и и и Так. Привет, ребят. Не играл в игру года полтора-два. Подскажите, она еще жива? Жива. Чемпион Сладдер тебе в помощь. Чемпион Сладдер тебе в помощь. Чемпион Сладдер тебе в помощь. Я хочу здесь ударить и разорвать контакт. Я понимаю, что фолл это лакомое дело, но у меня есть легкое ощущение, что здесь от него смысла не очень много. Ну, молодец, пес. Вот я говорю, мне казалось, что пес, он может больше пригодиться. А я имею ввиду, как вот игрок в этой ситуации. Ну, я бы на месте Рейвена бы уже ничего не делал. Мне кажется, ему выгоднее лежать. Вот. По ощущениям. Или это будет Блиц в МБ Такл. Или Рейвен байтит меня на удары. А если Рейвен байтит меня на удары, у него отлично получается. Это будет Блиц с коровой в 1Д. А, не, у нее же рога в 2Д. Извините. Вот. Действительно, корова-то может в 2Д бить. И нашла шестерку. Прецепталекс. Пробила еще. Ну, ладно, в принципе. Не убила и не убила. Что я могу просить от нее? Нормально. Нормально. Ну, ладно, у меня есть один удар. Который есть смысл сделать. Ну, ладно. Окей. Ну, это тоже имеет еще смысл сделать. Все остальное уже нет. Тем более, с тем, как я кидаю эти черепа, что-то как-то боязно немножко. Ну, что, отлично. 1-0 на атаке оппонента. Я такого не ожидал. Все встали с нокаутов. Ну, это что-то как-то неприятно. Ну, ладно, не все. Но, с другой стороны, смотрите, на солнышке у нас никто не потерян. Пруха ли это? Ну, я думаю, да, это пруха. То есть, как бы... Солнышко никого не поджарило. Мог ли я о большем просить солнышка? Нет, не мог. По всем... По всем параметрам это хорошо. Вот прям реально. Вот... Солнышко молодец. Солнышко сыграло достойно. Восславим солнце, ребята. Вот. Восславим солнце. Price the sun. Я от солнца не ожидал такой хорошей игры. Вот. Солнце, по крайней мере... Просто понимаете, из-за того, что у меня было 4 нокаута, мне было страшно, что как бы солнце могло казнить именно меня. Потому что те, кто в нокауте, они на солнце не реагируют. И это было страшно. Ну, как бы... Все хорошо. Что, собственно говоря, хорошо заканчивается. Вот что можно сказать в этой ситуации. Ладно, в идеале нам надо забить 2 мяча Рейвену. Я понимаю, что это звучит несколько нереалистично. Я имею в виду не второй гол, а еще 2. Потому что нам надо качнуть на 3 единицы опыта Вайта. И нам нужно качнуть на 3 единицы опыта Волка. Но мы начнем с Волка, потому что нам блок получить очевидно важнее, в случае чего. В случае чего наличие блока, оно нам прям это... Воздастся в будущем. Волчика пока прячем назад. Мы делаем так, 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 так. Да, меня все устраивает. Поехали. Ммм, смена погоды. Ну, смена погоды, честно говоря, ни на что особо не влияет уже. Ну, пробой на лосе дает нам чуть-чуть больше времени. Вот. 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 Ладно, я немножко не рассчитал Это ошибка Я хотел первым ударом не валить А мы сразу повалили Ладно, давайте Все, хорошо Ошибки не было, ребята Ошибки не было Потратим реролл, потому что Есть более важное действие Ладно Не пофалим воина Не пофалим воина, хотя очень хотелось Очень жаль, очень жаль Волчик подвел нас, кинув дабл единицы Надо было, наверное, сначала фалить воина Хотя, если бы мы кинули 2 единицы на пробой брони Как бы нам удалили бы Фалилу В общем, вы поняли В общем, получилось не очень Вот Мы свои 2 замены так и не реализовываем Пока что It's not good My dear friends It's not good С другой стороны Мы как бы аккуратно стоим У нас есть игрок, который Если что, сможет сзади зачистить все Как бы в теории мы в безопасности Хотя, конечно, фейл не удал О, ты ж твою мать, корова Ох ты ж, блин Ладно Корова молодец Корова Корова может не только бить, ребята Корова может не только бить Функционал коровы местами оказывается намного глубже, чем мы ожидали Пробой зомби неприятный Хотя, на мой взгляд, на войну он встал, конечно Как это сказать-то, помягче Весьма, собственно говоря, нагло Ладно Но Рейвен правильно делает Потому что у Рейвена ситуация Говно-жопа-говно И я боюсь, что То, что он летит в атаку Это правильно Это действительно правильно И как бы это Это единственный шанс, наверное С другой стороны Что если сейчас Саша кинет пару Толковых пробоев То Саша может наказать за это Другой вопрос в том Кинет ли Саша несколько толковых пробоев Ну, короче, пока что Я вот в двух таймах ошибся Два раза кину фрирол И, наверное, там, где их трогать не стоило Это неприятно Сейчас очень многое будет зависеть от того Как мы кинем Подбор меча Возлик получил Пинок Тратится рерол Вот я Я вот не уверен, что Саша стоит тратить рерол В этой ситуации Остаемся стоять Потому что у меня есть план Теперь самое трудное осталось Теперь осталось самое трудное Вопрос в том, как нам реализовать Блиц Я думаю, мы максимально аккуратно Его реализуем И у нас не получилось Первый удар фейл Второй удар в 1д Тоже фейл Ну, ладно Весьма Весьма Прискорбна Здесь в 1д Как-то пинать Немножко Наивно Но здесь Любое действие Честно говоря Оно Позиционно неприятное То есть Позиционно приятных действий Нет Ладно Стоим 2д Конечно Примитивный У Рейвена Но Как бы На мече Ситуация у нас Чуть-чуть получше Окей Посмотрим Это Это немножко Не получилось Это немножко Не получилось Но Позиционно Мы чуть-чуть Вроде как бы Это Чуть-чуть Улучшили ситуацию Как у меня Есть ощущение Но оно Оно сильно Обманчивое Потому что При выбивании Меча Сейчас Все может пойти По тому самому месту Вот Единственное Что радует Что мы корову Пока отрезали Если корова Привезет Давайте попробуем Забить быстрый гол Это трудно Но как бы Шанс то есть Шанс натуральный Есть на то Чтобы сделать быстрый гол Наверное Мне надо было Не рисковать И ставить Все-таки К двух зомби Аккуратно Но я ставил Зомби и так Чтобы в случае Фейла Как бы Сильного Там было Немножко неудобнее Позицию Ну ладно Ладно Это все разговоры Для бедных Не получилось И не получилось Кушаем Кушать подано Волка повалили Это было ожидаемо Тут без вопросов Очень простое было Валяние волка Скаттер Очень хороший Очень хороший скаттер Вот то что Повалили в айта Это плохо Я бы на мяч Кстати не скаттерил Сейчас На мяч Резково Скаттерить Но пробой Хороший Еще и минус Вайт Да ребятки У меня проблемы Ну я перенагличал Наверное В Так Вот это Вообще Не в кайф Ну ладно С другой стороны На самом деле При не самых сложных Кубах Мы мячик Почистим Вот это уже плохо Вот это травма Шальная Ну ладно Она не шальная Это просто плохо Без регенерации Ладно Не важно Вот и зато Если он сейчас Я бы быком Кстати не бил бы Бить быком В этой ситуации Смысла мало По моему Корова может Въехать В Ну не смерть Но как минимум В плохую ситуацию Ну ладно Да Что-то Что-то Ребят Как-то Все грустно Стало Ну ладно Ответочка Паш Ну пошел Пробой Я подставился Еще сам По себе То есть Как бы Окей Я Здесь я плохо Сыграл Рейвен рискнул И у него поперло Я Как-то это Все сделал Не так толково Как хотелось бы И то Что мы получили Минус два На ровном месте Это конечно Да Это проблема Может быть Нам даже Сейчас Выгодно Быстро Пропустить Как бы Странно Это Не звучало Минус три Минус три хороший пробой есть что это наверно даже реролить надо нет не надо нет Половили мечи, ребята Половили мечи, ладно На самом деле, самое неприятное То, что я не пробил воина с МБ когтями То, что я не пробил Воина с МБ когтями, меня очень сильно Не порадовало Это как раз то, на что я не рассчитывал Ну ладно Но Ситак, действительно, за свои 220 выдает просто топовую игру Грустно, Волочку, сейчас будет Да, ребятки Кажется, ничейку привезли на ровном месте Очень похоже на ничью Ну, как я люблю Это хорошие кубы, молодец Ситак В этот раз Ситак продемонстрировал то, что нужно От воина сейчас многое за... Ой, блин, голем, ну ты Еще и пробил Вот то, что пробился голем Вот это, конечно, блин, срань Вот пробой голема В этой ситуации Это совсем не то, чего Хотел я Сейчас еще и Ситаку некуда Убегать теперь из-за этой ситуации Ну ладно Не, Ситаку мы можем создать пространство Только это будет трудно Да Говно, жопа, говно, ребята Говно, жопа, говно Даже не знаю, стоило ли ему подводить Ситака Сейчас я Раз Два Три Четыре Так, окей Окей, ребята Как бы... Нас устраивало все Кроме единички и двойки Нас устраивало все Кроме единички и двойки По старой доброй традиции Мы кинули единичку или двойку Так, наверное, сначала нам стоит Ну это риск, конечно Но мы хотим выйти через Блиц И как бы нам надо это делать Ситака лучше вешать вторым А волка перемещать Ну ладно Не, я думаю, что он забьет перчик Я как раз думаю, что шансы забить у Рейвена прям... Очень хорошие Что это? Жаль, жаль Ну ладно Наконец-то и наш пробой сработал в кои-то веки Хотя, конечно, мы все равно играем В невыгодной ситуации Но пробой Хорошо сделал свое дело Волчек порадовал Наконец Мы все ждали от него феерической игры Он феерической игры не давал И тут что-то проснулось в сердце волка Но сейчас был хороший ход Сейчас реально была сложная Длинная серия кубов И она не профейлилась Вот как бы это Этого не ждешь обычно От длинной серии кубов Нужна тупка Очень нужна тупка сейчас Если это не блиц Это будет скорее всего Это блиц Еще и шестерка по сетеку Ну живи сетек Что сказать Ой, сетек даже не пробился Вот это Вот это хорошо Вот этого я от сетек Прям не ожидал, ребята Тут сетеку стоит сказать Прям большое Человеческое Турум-пум-пум Отлично Не отлично Ладно Боюсь, что нам сейчас, ребятки Придется делать Есть у нас проталкивание Мне кажется, Рейвен Меня не Не уважает Ну ладно Можем ли мы освободить В этой ситуации Так листа Да я думаю, что можем Сейчас подумаем Это 2 ГФА Для ради 2 Д в мяч Нужны ли нам 2 Д в мяч В этой ситуации То есть мы бьем сюда Толкаем сюда Для этого нам нужен игрок Здесь мы в 1 Д Но можем повалить 2 Д Здесь мы будем валить В 1 Д Если поднимать Ладно Голема придется поднять Это уже понятная мысль Нам надо кидать ГФА Потому что иначе Мы перекрываем себе пробег Это плохо, но Если мы встаем здесь Бьем, не роняем в 1 Д Да, если мы не роняем То у нас, по-моему, в любом случае Срань какая-то Абсолютно Да, кстати Я еще туплю-то Не, нам действительно Не выгодно в этой ситуации Да, подходим Подходим Это мысля понятная Здесь безвыборная мысль Безальтернативная Скажем так Вешаемся сюда Ситека оставим напоследок Удар в 1 Д важнее Первый удар не прошел Второй удар не прошел Ладно, ГФА ситеком не хочу делать Мы и так хорошо сменили позицию А корова сейчас будет стоять Сейчас как бы у Рейвана Остался один рерол И ему надо делать Блиц с места В не самой простой ситуации То есть будет Блиц И попытка забить Это уже понятно То есть нужно, чтобы Блиц профилился Блиц идеальный Это идеальный Блиц И сейчас будет гол То есть нужно Я не думаю, что он будет сталить Сталить опасно Сталить я могу выбить мячик Хотя черт его знает С другой стороны Если он не сталит То у меня есть шансы Даже поиграть на победку Ну посмотрим Жаль ситеку далеко бежать Правда почти всегда не очень аккуратно Ну посмотрим Ну сейчас Сейчас не Ну как бы я не знаю Нужна ли ему ничья В этой ситуации Это очень странное решение Не уверен, что так стоило делать Ну ладно Волка повалил Волк теперь не может выбить мяч Абсолютно шальной пробой От Рейвена Обидно Очень обидно Еще и без Регена Вообще Вот это Вот это ребята Называется непруха Вот это Абсолютно Точно называется Непруха Вот здесь Прямо Не поперло так Как только может Не попереть Я бы сказал Это очень обидно Ну ладно То есть Рейвен нашел Ну очень хорошие кубы Пачку Очень хороших кубов А у меня теперь нету волка Для Ну ладно Может мне лучше тогда Блицануть здесь А не Блицевать Да Ладно Вайт пусть бежит Брейк такл Ну спасибо Что без травмы Конечно он сейчас может Типа Влететь через Но это думаю Это гол Тут даже бить Ссыкотно Я бы сказал По моему Здесь даже Ссыкотно бить Ну жаль Жаль Ну очень плохо Второй тайм Опять Я не знаю У меня какая-то болезнь Вторых таймов Во вторых таймах Все складывается Как-то ультра печально Меня это Немножко расстраивает Расстраивает Он собирается Дать Кубы по сетеку Очень хорошие Видимо То есть он сейчас Будет бить здесь В два куба С блоком Или нет Нет Сейчас нужно 1-1 Ребята Если сейчас 1-1 То у нас Все здорово Это не 1-1 Но как бы У нас Все здорово ГФИ Корова В такой ситуации Это жесть Да Это жесть Но согласись Ситар Что Смысла Так делать Наверное То и не было Спасибо за субтитры Это пока не отдача матча, ребятки. Это пока не отдача матча. Проблема в том, что, в принципе, гол-то пока не сложный. То есть, я не очень понимаю, что мне сделать сетеком в этой ситуации. Так как мы не выбили мячик, теперь все жопа. Ну вот. Мы можем сделать удар с проталкиванием и помарчить, например, таклиста головастого. Но это все равно 2+. Мы можем пойти и встать здесь через брейк-такл. Другой вопрос, что нам это даст. То есть, у него все равно будет гол через выход, через блиц, скорее всего. Вопрос в том, что нам выгоднее в этой ситуации. Уронить и дать марку? Или вешаться на мяч? Я не знаю, честно говоря. Наверное, все-таки бить. Наверное, все-таки бить. Удар нас, конечно, не прокнул. Ладно, давайте посмотрим. Так, так себе решение, наверное. Я бы закрывал додж. Посмотрим. Посмотрим, Ситар. Не знаю, мне таймера не хватило. Скажу честно, я думаю, это не лучшее решение. Мне не хватило таймера, я не знал, что делать. Вот прям вообще не совру. Скажу честно, я не знал, что делать в этой ситуации. Таймер немножко на меня бил, и у меня не было оптимального решения после того, как мы не выбили мячик. Это был Блиц? Это был Блиц? Это был очень странный Блиц, вам не кажется? Ну, в плане... Ну, ладно, ладно. Я не понял. Нет, не Блиц? Нет, не Блиц, разве? Просто зверь. Ну, ладно. Но он забил, короче. Обидно. Все-таки мы пропустили. Да, все-таки мы пропустили. Очень обидно. Ой, просто не нашли кубы в мяч. Просто не нашли кубы в мяч. Дерьмище случается. Да, ребятки. Никого не качнули, отдали победу очередную. Ну, ладно. Говно. Просто говно. Так и займу место какое-нибудь там восьмое-десятое с такими успехами. На самом деле, я же все остальные матчи солью. У меня все остальные матчи плохие. И у нас команда не выкачана. И мы все потеряли. Надо было фалить корову. А не было. Там была только одна ситуация, где можно было пофалить корову. И я кинул плохие кубы. И у меня уже не было. Я как бы... Ну, скажем так. В тех моментах, где я мог, я фалил корову. А в тех, где не мог, не фалил. Все как бы предельно просто. Сейчас самая жопа будет, если выпадет плюс ход. Потому что у меня нокауты не встали. Вот. От слова совсем. Минус волк, минус это. Ну, как-то вот. Говно какое-то, ребята. Какое-то говно. Честно говоря, даже на лосе не особо хочется кого-то ставить теперь. После такого. Да. Что? В смысле, для тебя. Можь, бери. Ника, вот еще не вовремя опять. Рейвен тоже хочет выиграть. Ну, блин. На 16-й ход. Ну, сейчас дадут плюс ход, выиграет. Че сказать. Ну, блиц. Вот блиц тоже дает ему возможность выиграть. Вот так вот. Шансы есть. Шансы есть. Как-как поперт пробой под конец у Рейвена. Как-как Рейвен без... Вот Рейвену надо всю жизнь играть без реролов, ребята. Человек без реролов кидает все, что нужно. Вообще прям. Смотришь на Рейвена, ему реролы не нужны. Вот. Вообще прям. Человек, который без реролов все делает. Обидно, конечно. Не знаю. У меня... Мой негативный опыт в Бладбоуле пополняется, пополняется с каждой встречей. Ну, вот. Я что-то, Ситар, тебя вообще не понял. Ну, ладно. Вот прям честно. Перечитал сообщение Ситара, я его не уловил. Ни одного фейла, ребята. Ни одного фейла. Ну, наконец-то. Не прошло и полгода. Не прошло и полгода. Блин, знал бы про бой, жил бы в Сочи. Ни одного фейла. ... Здесь реролл есть смысл потратить Да, ребятки Ну у Рейвена есть гол Самое смешное, если он забьет мне Одноходовку Если бы Рейвен играл бы без реролов То его стратегия не сильно бы изменялась Были бы те же бельцы коровой Не стоит недооценивать дольше коровы Я не недооцениваю Отлично понимаю Что это может произойти Единственную ошибку Которую я наверное реально сделал Это Звер и человеком Надо было оставаться здесь А надо было не трогать так листа Ну ладно В общем не знаю Я опять расстроился Не знаю Это очень плохой матч Слишком сильно не поперло во втором тайме Опять Хотя там конечно Я немножко пожадничал В начале Но потом все пошло так Что как бы это уже не влияло Ну ок Не покупаем Ну зато оборотня качнули 13 пробоев 13 пробоев 57 против 38 Ну вот У Рэйвена как-то Пробой При том что он коровы Не так уж и часто бил Накидал очень много То есть корова при этом Пумба Заметьте У пумбы всего одна травма То есть там была куча Шальных А вот Ну я согласен с тобой Ситар То есть можно было в начале Сыграть по другому Но какая разница уже Угу